За что безутешный отец Фриске ненавидит несостоявшегося зятя? Безутешный отец в деталях рассказал, за что ненавидит несостоявшегося зятя. Отец, скончавшийся от рака Жанны Фриске, раскрыл страшные слова телеведущего Дмитрия Шепелева в адрес певицы. Артистка скончалась в 2015 году после длительной борьбы за жизнь. Все это время рядом с ней находились ее родители, возлюбленные Дмитрий Шепелев и близкие подруги Леры Кудрявцева и Ольга Орлова. Когда же Жанна не стала, всплыло множество не самых приятных деталей совместной жизни влюбленных. Среди прочего выяснилось, что зятя давно не жаловал отец Жанны, а также ее сестра. И не зря. Стоило Фриске покинуть этот мир, как Шепелев тут же забрал сына Платона и увез в неизвестном направлении. С момента трагической кончины Фриске прошло уже достаточно много времени, но прощать несостоявшегося члена семьи Владимир не планирует. Журналистам он рассказал, что Шепелев оскорблял его дочь и пренебрежительно относился к ней. Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей, ты страшная, никому не нужна будешь, все равно скоро сдохнешь, вспоминает он. Стоило Жанне что-то попросить у Дмитрия, как тот либо вообще не соглашался, либо делал это с большой неохотой, рассказывает Фриске старший. Больше всего Шепелева интересовало, вернется ли его возлюбленная в прежнюю форму. Когда врач ему ответила нет, он вообще перестал в комнату к Жанне заходить. И сама Жанна уже не хотела видеть Шепелева, так как уже поняла на тот момент, что это очень жестокий человек, приводит его слова одно известное интернет-издание. Стоит отметить, что телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в Инстаграм, как переболел коронавирусом. По словам Шепелева, еще около 10 человек заразились одновременно во время путешествия. Несмотря на то, что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилете, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой. Среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации, написал шоумен. Шепелев уточнил, что получил положительный анализ приблизительно через 5 дней после заражения. Мои симптомы были похожи на легкую простуду, небольшой насморк и головная боль. Никакой температуры. И все. Телеведущий добавил, что его болезнь была похожа на легкую прогулку. Самое неприятное, что произошло с Шепелевым, примерно на неделю у него пропали обоняние и вкус. И главная причина этому вакцина. Это был спутник, которую я сделал весной. Знаю, многие набросятся на меня, зачем делать, если все равно заболел. Так вот, именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий, отметил ведущий. По словам Шепелева, он уже полностью вылечился, вернулся к обычной жизни и не ощущает никаких последствий перенесенного заболевания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!